так сегодня задача вот эти две машины скомплектовать здесь вот нет и отправить их в люди так ну тут что здесь вот это 2м тут всегда найдется что делать во первых ход тяжелый так это тоже это сюда ладно вот эта машина которая старше это наверно на 20 если не больше это кстати 48 года судя по штамповке от 48 по 54 ну короче сталина еще помнит машинка машина 1м хороший сохран вот он эллипс своеобразный знак качества когда мы видим такой значок вот с этой сравнить ну казалось бы небольшая разница во времени ну как небольшая допустим 50 год и 70 какой-то но четверть века наверное между ними примерно так вот у этой вот выбег это не мазана ни разу но вот как было так если ничего не делал вот что-то еще восьмерит интересно это что-то здесь неправильно собрано так-то он нормально это скорее всего здесь а здесь вот неправильно тоже снимали неправильно поставить вот такая восьмерка не должна быть у этой машины что я уже приготовил у меня вот есть абсолютно новенькие фронтальные доски может быть ну тут видите вот что зачем-то вот так сделано я не пойму а в принципе а зачем я буду что-то менять мне показалось что здесь чего-то нет а здесь все порядке здесь единственное вот эту пружинку отреставрировать все тут на месте чистка смазка и привод поставить да еще одежда мотор стоял который я реставрировал но с этой с этой придется посидеть но сейчас я эту запущу а сегодня уж я не успею видимо не успею сегодня время уже поздновато у нас но сейчас вот это вот все коробочку я для нее приготовил у меня есть отреставрированная коробочка в отличном сохранить а блат она вот такой коробочке тут делов еще он видите сюда надо вставыши делать это у них все время здесь ломается сюда вставыши но у меня бук есть я сделаю вставыш шлифану и потом под одно ну будет порядке поддуна сейчас я этой машиной займусь по-быстрому и до ума доведу вот интересная особенность втулка здесь на главном валу от вот этот фрикционный винт вот он и пластмассовый который от 2м от чайки вот он сюда подходит сейчас его только закручу вот 1м 1а машина 1а а вот резьба одинаковая а вот у меня все вот эти все 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 у меня их много вон коробки все от 1а от 1м они сюда как мы видим не подходят я просто хотел поменять думаю из чего 8 литр вот интересная особенность странно резьба тут не понять этих в общем тут само колесо 8 и пойму почему почему она так ровно движется она начинает восьмерить только при подключении ну может быть со втулкой что-то там ладно это не на ход не на шитье как говорится не влияет не буду даже заморачиваться сделаю регулятор менять я не буду регулятор здесь вполне ремонта пригоден с регулятор смажу все вот это редкий случай когда машина практически ничего не требует ну внимание она естественно потребует тоже т.о. она стояла без смазки да без никто сюда не заглядывал так у меня масло никто и внимание не уделял естественно фитильки на месте все сейчас ее промажу промажу и вот это еще надо сделать вот этот регулятор собрать его правильно можно вот эти люфтики убрать чуть-чуть потише будет работать смазать естественно сюда побольше здесь тоже фитиль стоит сюда идет довольно таки длинный фитиль он там стоит как правило его оттуда никто не выковыривает он там Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не совсем, конечно, она не будет шить как тот же Кёхлер в 11.30, но с 2М тоже не сравнить. Это, ещё раз повторяю, лучшая машина, одна из лучших, одна из немногих. Лучшая. Короче, их можно лучших вот пересчитать. Вот так. Хватит. Вот это одна из них. Я уже говорил, какие... Вот. Ну, при Сталине было чревато делать плохо. Да и люди не умели просто делать плохо. Как всё-таки идеально обработана вот каждая деталь в этой машине. Вот, в частности, вот корпус челнока. Вот здесь всё круглое. Если кто внимание обращал, вот на поздних поэмзушках, там, на 2М, у них вот здесь вот идёт уже как грани, там, типа... Ну, закруглённую, ну, а здесь вот, как яичко. Такое закругление идёт. Всё, ниточка здесь будет пролетать со свистом. Ну, и обработка, естественно, по высшему классу. Вот, челночное поставил. Вот, брякает. Ну, вот так, от этого бряка не уйти. Всё. Для ПМЗ работает идеально. Здесь, по-видимому, ничего и делать не надо. Единственное, вот здесь поправить. Немного, совсем немного поправить пружину. Её выгинули чуть-чуть, а я поправлю. Вот так. Пружина. Чуть-чуть замята была. Вот так. Всё. Что-то мне показалось, что-то не так. Зачем вот эту вот пластмассу вставили, вот эту втулку пластмассовую? Ну, умом кулибинных не понять. Зачем это? Наверное, подумали, что надо. Вот так. Сектор выставил. Вот этим винтом. Сектор работы компенсационной пружины. Ставим сектор. Так. Всё. Для меня дошло. Зачем поставили? Чтобы увеличить прижим, я так понял. Она уже подсевшая. Чтобы вот эта гайка лучше поджимала. Ставили. Ну, это же делается проще. Гораздо. Просто пружина растягивается. И всё. На этом. Ну, люди пошли другим путём. Они не искали лёгких путей. Таких. Это взял и растянул. Это же так же неинтересно. Так. Что-то и тут нарушено. Маленько. Это же неинтересно. Взял, растянул. А тут втулочка стояла. Вот. Я думаю, что так лучше будет. Мне почему-то кажется. Здесь вот надо подреставрировать пружину. Что-то она мне не нравится. То ли её выгинали здесь. Что-то она какая-то сильно-сильно поджимает. Я хочу сейчас эксперимент такой произвести. Вот у меня ниточки есть. Старые-старые. Ещё по старой нумерации 60-й номер. Но это самые тонкие были. В то время. Но они ничего ещё так. Ну. Тоненькие. Рвутся. Ну. Вроде не совсем гнилые. Сейчас я поставлю тонкую-тонкую материю тоже. Толстую-то мы все знаем. Она шьёт хорошо. Да толстую любая машина будет шить хорошо. А вот сейчас я трикотаж на ней попробую. Тоненькой. Тоненькой ниточкой прошить трикотаж. Ну. Судя по тому, как ниточка отсюда выскочила. Шить будет хорошо. Так. Скромно говоря. Сейчас ткань пойду поищу. Ну вот. Ставлю для машины невыполнимую задачу. Вообще резиновая ткань. Эта машина и не должна такие ткани шить. 70 лет назад точно таких не было. Ну. Что ж. Посмотрим. Вижу, что пропускает. Или мне показалось. Да не. Есть пропуски. Есть пропуски. Естественно. Чуть-чуть поиграем с положением игловодителя. Так. Ага. И вот так. Ну что ж. Сейчас проверим, что это дало. Прошиваю параллельную строчку. А вот сейчас вижу, что нет. Ах. Пропустила. Еще раз пропустила. Ну что ж. Кое-что. Кое-что сделал. Сейчас смотрим. Так. И что мы видим? Ах. Ёлки. Нитка вот эта вот. Ага. Что мы видим? А мы видим, что пропуск авто нет. Вот. Пожалуйста. Вот это вот я шил. Как мы видим, пропуски. Вот. По левую сторону. Сейчас я, да, наверное, увеличение я хорошее сделал. Тут будет видно. Вот, вот пропуски. Вот пропуски. Ну, здесь вот я прошил ни единого пропуска. А что я сделал, я не буду говорить. Сами догадаетесь. Я думаю, догадались уже. И еще контрольная прошивка. Да тут видно, что не пропускает. Когда пропускает, вот видно, здесь ниточка вот так дергается в сторонку. Вот она сейчас стоит на месте, нитка. Все четко. шьет материал, который машина не должна шить. Вот. Обратная сторона. Можно чуть-чуть подтянуть ниточку. Ну, я, конечно, скажу, что я сделал. Для тех, кто досматривает ролики до конца, для самых терпеливых, которые терпят мои длиннющие болтовню мою излишнюю. Вот. Как все догадались, я просто-напросто поставил хорошую иголку. Вот эти вот иголочки шли вместе с мини-ягуаром, который я недавно показывал. И тут вот машинка просто нарисована. Никаких обозначений. Вполне возможно, что эти иголочки шли с этой машинкой. И японские. Просто-напросто. Может быть, это по трикотажу иголка. Я не смотрел там на кончик. Но дело в том, что вот 60-й номер ниточек. Старые-старые. Вот. Кто помнит такие катушечки деревянные. 40-й, 30-й. Ну, в принципе, эта машина от 30-го для толстых драп там и т.д. сукно какое-нибудь там шинельное, не знаю. От 30-го и до 60-го эта машина по штату должна шить. Все на этом. Завтра 2М буду восстанавливать. Там, может быть, поинтереснее будет что-то. Ну, здесь вот, я как и думал, тут ничего. Практически, я бы мог ее и не делать. Она бы шила. Ну, как шила? Ну, громко там. Все равно, внимание надо уделять машине, которая простояла неизвестно сколько десятилетий. Все на этом. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok